Давай научимся летать, высоко, о-о-о, далеко, о-о-о, мечтал. Жестовое пение – музыка для тех, кто не слышит. Исполнители языком жестов складывают стихотворные строки, а мелодию передают пластикой, танцами и эмоциями. Воспитанники Нижнекамской школы для глухих и слабослышащих детей этот вид творчества освоили на отлично. На самом деле это гораздо сложнее, чем кажется со стороны. И вроде кажется, что такое попасть в слова, показать слово жестом. На самом деле это не так просто. И если даже сравнивать наших детей и станет рядом слышащий человек, не каждый слышащий человек сможет именно исполнить жестовую песню так, как они. Для того, чтобы заниматься жестовым пением, тоже нужен талант. Ведь без чувства ритма, пластики и актерских данных вряд ли что получится. Нижнекамские дети всеми этими качествами обладают с избытком. Это единогласно признала именитая жюри нашумевшего фестиваля «Добрая волна» Игоря Крутого, которая присудила ребятам первое место отборочного тура в номинации «Жестовое пение». «Жестовое пение», «Жестовое пение» Мне понравилось, что зрителям понравилось наше выступление, потому что они улыбались, громко аплодировали. Мне понравилось то, что мы заняли первое место. Я хочу в будущем еще больше побеждать. Возможность еще раз продемонстрировать свое мастерство у ребят появится в ноябре. Тогда в Казани пройдет финал «Доброй волны» Игоря Крутого, победители которого получат возможность выступать на одной сцене со звездами российской эстрады. Евгения Крубакова, Рафаэль Ракипов, Новости НТР.